Нарушители правил благоустройства получают предписание с указанием замечаний и даты их устранения. Но не все ответственные лица спешат исполнить требования административной комиссии в срок. Елена Панчук выехала с проверкой на проблемные территории в сопровождении съёмочной группы Тихоокеанского телевидения. Далее подробнее. Во вторник, 17 июня, председатель административной комиссии Фокинского городского округа в сопровождении съёмочной группы Тихоокеанского телевидения выехала на территории, где были выявлены факты нарушения правил благоустройства. Виновным уже были выданы предписания. Елена Панчук решила проверить устранение указанных замечаний в установленные сроки. Мы отправились на место зафиксированной еще зимой несанкционированной свалки ТБО в районе моста по дороге в сторону Подъепольска. Данная несанкционированная свалка у нас зафиксирована еще была по зиме, но так как все было замерзшее, не было возможности ее убрать. Городская компания сервиса была уведомлена о наличии несанкционированной свалки, ему было выписано предписание. Данное предписание не выполнено, поэтому сегодня фиксируется наличие данной свалки и директор городской компании сервиса будет приглашен на административную комиссию, привлечен к административной ответственности. Судя по месторасположению свалки, можно сделать вывод, что мусор на данном участке дороги выбрасывают граждане, проезжающие на автомобилях в сторону Подъепольска. Содержание свалки разнообразно – от пластиковых бутылок до строительных отходов. Пробелы воспитания некоторых наших сограждан ложатся по итогу тяжким грузом на плечи ответственных служб, но не являются для них оправданием. Потому как предписание административной комиссии рано или поздно, но выполнять придется. И лучше это делать в указанные сроки. И сейчас на административной комиссии вопрос будет решаться каким образом? То есть еще раз предупреждение, либо уже штраф? Нет, срок уже давался. Данная свалка, еще раз повторюсь, была установлена еще зимой, но так как было все примершее, невозможно было ничего сдвинуть. Мы это все дело отодвинули на теплый период. Уже сроки все истекли, поэтому привлечение к административной ответственности будет однозначно. То есть уже штраф? А штраф, простите, если это юридическое лицо? От 50 до 80 тысяч. Надо сказать, что помимо свалки, на обочине данного участка дороги на Подъепольск вдобавок мы обнаружили вольно разросшуюся растительность. В ее числе и амброзию – растения, вызывающие сильнейшую аллергическую реакцию у чувствительных людей. А костровы также должен проводиться ответственными службами. Следующим объектом нашего маршрута в составе административного рейда стал двор дома номер 7 по улице Мищенко, а конкретно огороженная детская волейбольная площадка. Компания «Примтеплоэнерго» продолжает оставлять за собой следы земляных раскопок. 2 июня 2014 года «Примтеплоэнерго» производила ремонтные работы на данной территории. Это у нас детская спортивная площадка в районе улицы Мищенко, 7 по-моему. И по настоящее время асфальтовое покрытие не восстановлено. Мы можем видеть, что здесь находится кольцо, детки здесь и в футбол играют, и в баскетбол, и в волейбол. Данная территория чревата тем, что могут повредить ноги. Я так думаю, что однозначно будет приглашено «Примтеплоэнерго» на административную комиссию и привлечено к административной ответственности за невосстановление благоустройства. Напоминаем, заседания административной комиссии проходят каждый четверг в 15.00 в здании городской администрации. Нарушители, игнорирующие вызов, от ответственности не освобождаются.